Что представляет собой поселение Ашукино? Чем оно славится и каковы перспективы его развития? Ответы на эти и другие вопросы Алексей Тимошин получил во время рабочего визита. 30 сентября в РИП главы Пушкинского района побывал с объездом в поселении. Знакомство с Ашукино началось с парка памяти в честь погибших бойцов Софринской бригады. Он расположен недалеко от железнодорожных путей. Здесь увековечены имена 109 солдат. Алексей Тимошин осмотрел как центр Ашукино, так и его окрестности. В деревне Мураново, временно исполняющий полномочия главы Пушкинского района, посетил святой источник казанской иконы Божьей Матери. Вода в нём обладает укрепляющими силы свойствами. Легенда также гласит, что её из этого колодца брали знаменитые владельцы усадьбы Мураново – Энгельгарты, Путята и Тютчевы. «Здесь как будто сам Господь взял подкоп в это святое место. И нам здесь нравится приезжать с разных районов и Москвы, и области». Еще один социально значимый объект, где побывал Алексей Тимошин – Ашукинская школа. На сегодняшний день учебное заведение переполнено почти в два раза. Решит проблему возведения пристройки. К строительству нового здания планируют приступить в этом году. «При мощности существующей школы в 350 мест, на сегодняшний день учеников почти 600. Это вот как бы такие значимые. Ну а так у нас в поселении идёт обычная работа». Осмотрел Алексей Тимошин и перспективные участки земли под строительство социальных объектов. В рип главы Пушкинского района отметил, что территория поселения большая, ухоженная, с огромным потенциалом для развития. «Это и под дом культуры, что Юрий Алексеевич планирует, будем поддерживать его инициативы. Посмотрели спортивный комплекс, основное его ядро спортивное с большой прилегающей территорией под потенциальное развитие парка. Нужно уделить этому внимание, войти в региональные наши программы, с Минкультом провести рабочие встречи». По завершению объезда в рип главы района провёл встречу с жителями поселения. Алексей Тимошин ответил на вопросы горожан. Инга Лапикова, Александр Девкин, Пушкинское телевидение.